Добрый день, спасибо вам за то, что пришли, за участие в нашей программе. И у меня к вам первый вопрос. Как вы считаете, недавно было опубликовано научно-историческое исследование отечественного эксперта Абдулора Ахнамо о сущности и правовых основах позиций Республики Таджикистан в пограничном споре с Республикой Кыргызстан на тему позиции Таджикистана или почему Республика Таджикистан не является страной-агрессором? Как вы восприняли статью эксперта по международным вопросам Абдулора Ахнамо? Да, действительно, мы все являемся свидетелем данной статьи. Ну, все нам известно, что пограничная проблема, которая у нас в основном за последние годы является очень спорным, которая имеет очень негативные последствия, вот этот данный процесс. Я думаю, вот эта статья всесторонно раскроет нам вот эту суть данного конфликта, так как Абдулора Ахнамо смог доказать путем официальных документов, те документы, которые определяют наши границы с другими нашими соседями, в том числе и особенность Кыргызстана. Исходя из этого, так как статья имеет чисто не только с точки зрения исторического, а с точки зрения политического характера, с точки зрения документа, который определяет наши границы с нашими соседями, там, это говорит о том, что пора уже, время того, чтобы мы правильно понимали суд данной проблемы. Мы знаем, что, к сожалению, наш сосед, наш Кыргызстан, за последние годы, исходя из того, что у нас есть очень много переговоров, там даже у нас были 200 таких встреч между представителями двух стран, но хотя уже было определено где-то почти 69% вот этих спорных таких моментов, наша граница с Кыргызстаном, но с непонятными такими причинами, но с одной стороны непонятными, до сих пор не подписывается вот этот документ, который работал в течение больше 20 лет, комиссия там, общая комиссия между нашими и Кыргызстаном, они определили вот эти наши границы. Но почему такая ситуация сейчас у нас? Мы все знаем, что во время Советского Союза Таджикистан, Кыргызстан и другие страны были как союзными странами, вошли вот в этот союз. А многие проблемы тогда воспринимали как общими, то есть там не было вот таких спорных моментов. И исходя из этого, тогда вот эта проблема с границей тоже была не очень такого острого характера. А исходя из того, что тогда страны между собой обменяли там разными товарами, продуктами, они обеспечили друг друга разными такими продуктами, исходя из того, что союз был основан на этом. Мы все знаем, что Таджикистан как аграрная страна обеспечилась хлопками там и другими материалами. А Кыргызстан и другие страны, в том числе, они тоже внесли свой вклад, и они развивались исходя из того, что в Советском Союзе, там Москва, определили, что делать и на какое направление двигаться. Но что касается проблемы нашей границы с Кыргызстаном, то есть документ 1924 года, в момент образования Таджикистана в автономии Узбекистана. Тогда мы до 1929 года были как автономные государства в состав Узбекистана. А с Кыргызстан до 1936 года, тогда Кыргызстан был в составе России. Исходя из того, что Кыргызстан начиная с 1936 года вошел как отдельное государство Советского Союза, тогда, согласно конституции тогдашнего, все эти страны должны были принять и освоить те документы, которые раньше были подтверждены со стороны общей комиссии, которой они границу определили. Исходя из этого, к сожалению, в последние годы у нас идет спор о том, что Кыргызстан не хочет воспринимать этот документ как бы официальным, серьезным документом. А наша страна всегда оперуется на этот документ. Почему? Потому что наше государство тогда было определено вот этой границей, которая сейчас в целом, которая определяется как бы 2011, да, вот тысяч гектаров, которые сейчас мы хотим вернуть заново с Кыргызстана. А кыргызы вот этого не хотят, как бы официально утверждят этот документ. Считаете ли Вы, что при приграничных спорах необходимо учитывать основные показатели карт 1924-1927 годов? Если так смотреть исторически, мы можем уже говорить об очень большой территории, которую мы раньше имели. Но суть не в этом. Сейчас мы, когда говорим с нашими соседями по поводу граничных таких проблем, сейчас речь идет о том, что мы должны как-то, какой-то документ должны как-то воспринимать как всерьез, как официальным документом. Таджикистан всегда учитывает вот такие документы, как 1924, 1927 и 1932 годов, так как эти документы определяют наши границы с Кыргызстаном. И исходя из этого, я думаю, что то, что мы сейчас говорим о наших участках земли, которые находятся сейчас в распоряжении Кыргызстаном, это действительно является исторической нашей землей. И Кыргызстан сегодня не только должен вернуть эти земли, я бы сказал, что Кыргызстан должен еще дать нам аренную плату за 31 год, они сейчас уже используют эти земли. А что касается во время Советского Союза, мы так как все вошли в этот Союз, тогда не было таких предметов, вопрос такого характера. А так как уже после распада Союза все стали независимыми государствами, например, мы бесплатно сейчас не берем же газы, бензин и так далее из России, или другие страны, например, Казахстан нам не дает же зерно бесплатно, все страны дают свои продукты платно. А почему наши земли до сих пор используются со стороны Кыргызстана, а как-то они не хотят дать нам аренную плату. Если так смотреть, Кыргызи должны с благодарностью вернуть нашу землю, потому что они уже в течение 90 лет используют эти земли, и я думаю, так как это все связано с национальным характером, я не хочу зайти вглубь эту проблему, но посмотрите, таджики всегда очень доброжелательны, всегда с добротой относятся к нашим соседям. Даже у нас есть такая народная поговорка, что близкий сосед лучше, чем дальний родственник. Это о чем говорит, мы всегда дружно относимся с другими, с другим народным националистом. А к сожалению, хотя даже в 2004 году мы тоже отдали где-то 60 тысяч участок земли из Мургава, Кыргызстану мы вернули, и в течение где-то 50 лет мы использовали, так как был такой договор между нашими. А почему сегодня Кыргызстан не хочет вернуть эту землю, это, я думаю, связано с руководством Кыргызстана, они не хотят признавать эти документы. С другой стороны, это является одним из таких, я думаю, как бы инструментом дестабилизации нашего региона, потому что некоторые такие политические группы хотят использовать этот инструмент для своего популярности, для того, чтобы делать пиар, или хотят зарабатывать, исходя из этих конфликтов. Я хочу сказать, чтобы Кыргызстан правильно относились к этой проблеме. Почему? Потому что если какая-то третья сторона зайдет для решения таких проблем, тогда у нас будет еще, даже ухудшается наша ситуация, и может это приводит к очень масштабному конфликту, который, я думаю, и наша сторона, и кыргызская сторона негативно влияет и имеет очень негативную последствию, тем более в данном условии, так как мы все знаем, что сейчас идет очень... Война между Россией и Украиной действительно повлияла негативно на рынок, на цен, да, вот, и социально-экономические проблемы у наших народов, я думаю, достаточно, и не учитывая таких конфликтных ситуаций. Как отмечает эксперт, основной причиной распространения и обострения пограничных и этнических конфликтов на пространстве постсоветских государств является появление восточных и западных посредников. Вы согласны с этим? Я думаю, вмещательство в таких спорных, таких моментах конфликтов, то есть таких недопониманий между двумя странами от вовлечения других стран, да, третьих стран всегда негативно влияет. Если вот эта проблема была внутренняя, то тогда была другая ситуация. Так как у нас сейчас недопонимание, да, вот такой предконфликтный такой характер между Таджикистаном и Кыргызстаном, когда-то, если в таких условиях какая-то третья страна, западная, восточная, нету разницы, если они как-то в таких ситуациях хочут как-то повлиять, в таких ситуациях, то это всегда будет на ушиб тех или иных странах. Я думаю, это будет ушиб на обеих странах, потому что всякие вот такие, всякие такие политические силы, они как-то, с одной стороны, как-то помогают для решения таких проблем, но с другой стороны, такие конфликты можем еще продолжить десятки лет. Исходя из этого, я думаю, что сейчас очень такой, такой хороший момент для Кыргызстана, для того, чтобы как-то без таких негативных последствий вернуть наши земли. Почему? Потому что мы же говорим, исходя из документа, то, что было подтверждено в такое время, когда мы тоже во время образования Таджикистана, мы не говорим о тех землях, которые речь идет от 2-3 века назад. Если так спорить, то многие такие, может возникнуть другие проблемы. А, к сожалению, Кыргызстан всегда, когда речь идет о интересах Кыргызстана, вот имеется в виду руководство правительства, они всегда учитывают те документы, которые в их интересах. А когда мы говорим о том, что мы должны как-то мирным путем решить этот конфликт, этот спор, мы, не только здесь речь идет о нашей земле, речь идет о нашей будущей добрососедской отношении. Мы всегда хотим, чтобы между нашими и другими соседними странами, между народами, нашими и кыргызами, ну, было дружеское отношение, и это, конечно, влияет на социально-экономическое положение обеих стран. Исходя из этого, я думаю, что в таких ситуациях, в таких обстановках нельзя как-то привлечь других внешних сил, так как это в дальнесрочном может повлиять негативно на политическую ситуацию этих стран. Большое спасибо за ваше интервью. Благодарю, что пришли на нашу программу за участие. До новых встреч!